Я бы хотел начать с того, что обозначить начало противостояния между США и Китаем. Оно началось заметно ранее, это было еще в 2002 году, когда Джордж Буш ввел такие все-таки санкции против китайской экономики отчасти. Тогда были введены 30% дополнительные пошлины, но они были отменены уже совсем скоро, в 2003 году. В 2002 году ввели, в 2003 году вывели, эти санкции закрыли, потому что был тогда кризис финансовый и было экономически нецелесообразно их продолжать. Такая попытка уже была. И вот на волне своей предвыборной кампании в этом году мы уже увидели, как политику республиканцев продолжил непосредственно Дональд Трамп. Причем он это начал делать еще в прошлом году, мало кто об этом говорит, но именно в прошлом году были введены первые уже пошлины. Тогда очень сильно повысили пошлины на алюминиевую фольгу, это такая отдельная отчасти продукция, на солнечные панели, об этом тоже мало кто говорит, и даже на стиральные машины. В общем много было на самом деле таких предметов, на которые уже ввели серьезные санкции, но об этом не говорили. А сейчас заговорили. И почему заговорили? Ну потому что у Дональда Трампа есть своя предвыборная стратегия, и он движется согласно этой стратегии. Он говорил и обещал о том, что они с Китаем будут проводить жесткую риторику и будут повышать пошлины, и мы это увидели. Но к чему это привело и какие последствия? Смотрите, на сегодняшний момент мы видим, что это привело к тому, что за полтора последних месяца выросли цены на металл. Потому что именно о металле сейчас идет речь.